С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. Члены партии «Единая Россия» рассмотрели проект положения о праймерис в преддверии думских выборов 2016. В отличие от 2011 года, когда у Владимира Путина было право включить в список кандидатов в депутаты граждан, не участвовавших в праймерис, нынешнее положение подобных исключений не предусматривает. В соответствии с документом, кандидатов на праймерис не смогут выдвигать партии, а лишь общественные организации. Однако основная масса кандидатов в кандидаты будет участвовать в предварительных выборах в качестве самовыдвиженцев. Участие в заседании принял и секретарь Нинецкого регионального отделения партии, депутат окружного собрания Сергей Коткин. О принятых решениях он рассказал нам в телефонном интервью. Однозначно было решено, что мы проводим, как обычно, предварительное голосование партийное. Это голосование будет не внутри партии, это голосование будет действительно народное, когда жители округа сами должны определить, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе Федерального Собрания. Причем основными принципами, вот это предварительное голосование, будет открытость, конкурентность, легитимность. Безусловно, однозначно мы говорим о том, что кандидатами должны быть люди, безусловно, чистыми и в правом поле, и морально, и не иметь никаких зарубежных активов, которые, безусловно, граждане Российской Федерации. Вот на выборах в 2016 году в Государственную Думу не будет никаких договорных списков, никаких договорных кандидатов. Жители округа сами должны назвать эту кандидатуру. Того человека, который действительно будет представлять, достойно представлять их интересы в высшем представительном органе Российской Федерации. По прибытии на место мы проведем наши партийные конференции, мы уже провели по городу, проведем по заполярному району, и общий итог уже мы сделаем на региональной партийной конференции.